всем привет внутричерепное давление как снять как головную боль убрать акцепитальный релиз в общем показываю внутричерепное давление это в основном проблема от тока она может быть справа с левой стороны вообще не важно но суть в чем что вот она основание черепа у нас череп кончается затылок шея начинается зачастую где-то здесь тормозы происходят особенно в коротких разгибателях шеи сейчас они на картинке вам нарисуются и происходит небольшая диспозиция черепа череп смещается подавливает выходы и входы отверстия различные каналы для артерий и вен и тормозится отток венозный начинает голова бомбить болеть бывает односторонний бывает двухсторонний вот вот тут все это происходит что сделать чтобы не специфически сбить вот это вот все и улучшить отток кстати одно из видео как убрать внутричерепное давление сейчас подсказочках вылезет не теряйте его а теперь показываю акцепитальный релиз давайте нащупаем сначала где мы должны поставить пальцы то есть мы посередине от шеи идем находим выступ затылочный это затылочный бугор и прям под ним получается с левой стороны и с правой стороны ну или наоборот с левой стороны и с правой стороны разницы нет нам нужно поставить именно площадку пальцы нужно поставить площадкой вот таким вот образом то есть попросим приподнять голову и с левой стороны черепа мы ставим пальцы и с правой стороны черепа таким образом ставим пальцы их нужно поставить прям вместе перехода черепа в шею и таким образом расположить их то есть не нужно нам на подушках стоять нам нужно именно на вот так вот жестко забором и вот этот забор мы выставляем и просим голову расслабить и оставляем руки в этом положении таким образом чтобы мы чувствовали давление головы вот этого вот промежутка шеи на затылочного на пальцы и держим пальцы таком положении до тех пор пока слюна на лоб пациента не начнет капать это в среднем 5-7 минут примерно мы стоим так и просим просто пациента спокойно дышать когда нужно прекращать технику когда вы под пальцами почувствуете стук артериальный застучит кровь жар будет в пальцах как только под пальцами почувствуется жар то потихонечку технику можно заканчивать процессе всего именно действие этого нужно просить чтобы пациент голову расслабил потому что инстинктивно будет хотеться голову поднимать вперед поэтому расслабьте голову мы говорим и периодически проверяем это просто болтание поболтал значит расслаблен если храпит то тоже значит расслаблен и держим пальцы так после этого просто плавно съезжаем на затылок и убираем руки пациент может ощутить какое-то расслабление он может ощутить временная головную боль слева справа неважно но именно эта техника активитального релиза помогает дополнительно убрать внутричерепное давление снять головную боль и боли с шеи так что пробуйте пользуйтесь кому полезно поделитесь пусть узнают как это сделать кто работает в этом всем направлении используйте дополнительную технику очень хорошо помогает от головной боли в принципе тоже вперед